А теперь я подробно расскажу о процессе создания своей, скажем, именной загрузочной флешки при помощи программы Multisystem этап номер один. Вот, допустим, у меня имеется флешка, она довольно-таки ценная, но на этой флешке я бы ее терять не хотел. Поэтому, значит, я первым делом создам абсолютную копию или слепок того, что у меня есть на флешке. Затем, значит, я ее отформатирую в зависимости от того, какие операционные системы я хочу, чтобы на ней стояли. А дальше, как говорится, мы будем посмотреть. Итак, смотрим, какие координаты у нашей флешки. Вот, SDD. Для меня там не важно, там это самое SDD1. Вот, видите, общее. SDD. Для меня, значит, этого достаточно. Теперь, значит, я должен в терминале буду завести вот такую вот командочку. Значит, обычная команда DD, она выполняет все в темную и не знаешь, как что идет. Поэтому, если у кого-то не стоит, то поставьте вот эту команду установить прогресс бар. Вот я тут заражу свой пароль. Ну, у меня пишут, что уже установлена самая новая версия. А у вас, может быть, она не установлена. Даю для вас. Дальше. А теперь... Значит, создание, значит, образа из флешки. Значит, флешечка вот у нас называется SDD. SDD, SDD. Итак, копируем вот эту вот команду. Нажимаем Enter. И пошел процесс создания точного слепка, значит, с флешки, которую, значит, я всегда потом смогу любой программой для записи из образов обратно, значит, записать на эту флешку. А эту флешку после создания мы, значит, отформатируем, в зависимости от того, что мы будем ставить. И будем с ней, как говорится, экспериментировать. Тем временем я подготавливаю папочку, куда у меня будут образы для установки на флешку размером где-то там 7,5 гигабайт. Вот, какой из них пойдет, какой нет, ну, по крайней мере, вот, папочку эту вот я создаю, и туда сейчас качаются необходимые мне, допустим, образы, которые я хотел бы иметь на этой флешке. Слепок создан, теперь мы можем этот слепочек поискать в корневой папочке. В корневой папочке, значит, это будет Home, User, и вот здесь вот мы сейчас посмотрим реаниматор. Вот, 7,5 гигабайт у нас, как говорится, занимает. Копия, значит, сохранена, ее всегда мы можем положить, там, я не знаю, ну, могу я взять ее положить в загрузке, например. И пусть там сидит. Вот оно. Мы сейчас, значит, закончим копирование, значит, необходимых нам операционных систем из-за образов, и начнем делать, форматировать и делать флешку. Итак, образы в папочке подготовлены. Хочу сразу вам сказать, вот смотрите, нужно взять вот так их все, выделить, нажать на свойства, зайти в разрешение, читать и писать, чтобы можно было. Самый лучший вариант. Владелец пишем, User, а группа, Users. Вот так. И дадим добро. Ну, и еще раз перепроверим. Все стоит как полагается. Здесь и на самой папочке тоже, посмотрите, обязательно права. User, Users. Применять изменения ко всем под папкам и их содержимому. Вот таким образом. То есть, мы подготовили папочку нормально. Теперь дальше. Значит, вот мы видим здесь. Содержимое этой папочки 10,9 гигабайт. Ну, короче, 11 гигабайт. А флешка у нас на 7,4. Значит, в любом случае нам придется здесь провести, скажем так, некоторое прореживание. Вот, допустим, из двух Манжаро, Цинамон или X-Face, ну, я выберу Цинамон. Мне он как-то ближе. Интерфейс больше нравится. И тогда уже содержимое, значит, тут у нас будет 9,4. Ладно. Федору я, допустим, могу без нее и обойтись. Тогда у меня будет общая, значит, 8,3. Все равно что-то где-то нам не добивает, да. Ну, конечно, жалко. Но у нас, конечно, львиная доля занимает Ubuntu Studio. Так, хотя, в принципе, Манжаро, Цинамон тоже может обойтись. Потому что Ubuntu Studio штучка великолепная. Там масса программ, специально сделанная операционная система для работы с видео и аудио материалами. Вот, 6,9. Вот это уже, скажем, куда не шло. А у нас тут, значит, 7,4. То есть еще где-то 500 гигабайт, там, или 400, у нас останется, скажем, на всякие там дела. Ну, ладно. Смотрим дальше. Значит, по крайней мере, в размеры мы укладываемся. Вот, общий размер, значит, смотрим. 6,9, ну, грубо говоря, 7 гигабайт. 7 гигабайт умножить на 1024. То есть мы должны создать разделчик где-то 7168. Вот такой вот разделчик. Идем в Gparted. Здесь, значит, я вот этот раздел отсоединяю. Удаляю полностью все дела. И теперь, значит, что делаем. Первое. Создадим таблицу разделов по новой. Чтобы уж, как говорится, наверняка быть уверенными, что все будет, как говорится, у нас сделано нормально. Итак, отформатируем этот раздел в формате FAT32. Запомните, это делается именно. Значит так, метку сделаем. Ну, давайте, коль у нас будет multi-system, так и сделаем метку multi-system. И пусть форматируется. Значит, кладовочку я здесь не делаю. Почему? Потому что будут тут стоять моя сборка и Ubuntu. Они сами позволяют создавать кладовочки. Вот таким вот образом. Итак, раздел отформатирован в формате FAT32. Теперь, значит, что мы сделаем. Зайдем, значит, ну, флешку. Откроем программу multi-system. Она не видит. Вытащим. Снова вставим. Вот, поглядим. Вот, видит. А теперь она на него, значит, установит загрузчик групп 2. Ради бога. Кто бы против. И вот теперь, что бы я хотел попробовать. Значит, это вот Windows-овский, значит, загрузочный починочный диск. От Сергея Стрельца. Он очень хороший. Там масса программ, как говорится. И Acronis там есть. И сброс паролей и так далее для форточников. Вот я хотел бы попробовать его. Встанет он или нет? Значит, каким образом? Вот, пожалуйста, рабочий стол. Вот загрузочный диск Сергея Стрельца. А, заведем пароль. Посмотрим. Пишет. Это, из-за, значит, к сожалению, не поддерживается. Ну что, ну не поддерживается, что, ну, плакаться не будем. Значит, возьмем это дело. Так, куда-нибудь надо переместить его. Ну, загрузки, допустим. Переместим загрузки. Дальше. Значит, ну, остается, значит, две малышки. Ubuntu Studio. То есть, тут уже на 5, где-то с половиной гигабайт. Ладно. Ну, давайте попробуем, поставит или нет он малышки. Slugs и Tachor. Поставим Slugs, потому что у Slugs в Юме там были проблемы с указанием пути загрузки. Как здесь он отработает и отработает ли. Ну, опять-таки, заводим пароль. Ну, вроде бы как пишет, но это еще не факт, что он будет нормально стартовать. То есть, мы всегда будем идти вот шаг за шагом, проверяя, скажем, нашу загрузочную флешечку, которую мы, как говорится, создав один раз, потом создадим с нее точный слепок. И всегда у нас она будет, скажем так, под рукой. Настроим ее. К сожалению, программа Сергея Стрельца из образца, он улетел. Ну, что поделаешь. И так пишет, что вроде бы как он загрузился, но у нас всегда можно взять так и посмотреть, а загрузился ли он, записался ли он. Вот здесь, допустим, в слаксовом менюшке я даже, как говорится, и не наблюдаю. Вы видите? Я лично не вижу. А вот в Sys Linux он есть. Ну, давайте посмотрим. Поэтому на эмуляторах я только проверяю начальные стадии загрузки. Если он начинает загружаться, то, в принципе, дальше уже можно не ждать и не терять там по 5, по 10, по 15 минут времени ждать, когда он загрузится. Запишем следующий образ. Следующим образом по списке, значит, по списку у нас будет тоже маленький Linux, папе Linux. Ну, посмотрим, запишется ли он. Итак, папе Linux тоже вроде бы как встал. Ну, можем посмотреть. Опять-таки, все это дело на эмуляторе. Заведем. Так, вот так вот здесь, значит, присутствует. Ну, в принципе, если появляются уже, скажем так, первые строчки загрузки, то это говорит о том, что, в принципе, образ записан и работать, грубо говоря, будет. Ну, а теперь я хочу записать Ubuntu Studio, потому что мне, по ходу дела, приходится частенько иметь дело с видеопродукцией. И вот эта вот сборочка, она довольно-таки хорошая. Она у меня уже стоит на жестком диске, но я хочу скинуть ее вот сюда. И так, Ubuntu Studio записано. Ну, можем, в принципе, посмотреть, проверить, опять-таки, все это дело, начальные, скажем так, этапы на эмуляторе. Я никогда не жду загрузки на полную, почему? Потому что, ну, там можно и пять, и десять минут прождать. А если начальные этапы загрузки, как говорится, там идут, ну, обычно оно все нормально идет. Ну, вот здесь она не очень-то нет, что-то там начинается. Ну, если начинается, значит, уже и будет. Вот здесь, значит, бывают чудеса, значит, он записывает мою сборку, как Ubuntu. Попробуем обмануть, и вот здесь, вот, я, значит, напишу ему. Linux Mint Ну, напишем 64 бита. Вставим здесь точечку FISA. Открываем. Вот Linux Mint Cynomoda. Посмотрим, что здесь получится. Заведем пароль. Итак, значит, сборочку мою мы поставили. И видите, как он ее воспринимает не как Linux Mint, а воспринимает как Ubuntu. Ну, собственно говоря, с этим мириться можно. Почему? Покажу. Потому что на самом-то деле, при тесте, все равно будет видно то, что я написал. Вот, смотрите. Так, так, Ubuntu Studio. Вот, Linux Mint Cynomods у нас точка 2, 64 бит изо. Понятно, да? И один, значит, у нас Linuxик сидит вот здесь, в SysLinux. Видите, да? Теперь дальше. Замечательная программа поисковик операционных систем. Она встроена в загрузочную флешку. Любое, что вы там делаете, она всегда будет у вас вот здесь присутствовать. Вот она. Поэтому вам, как говорится, здесь и волноваться не нужно. От вас, как говорится, зависит только, что вы сюда поставите, какие операционные системы и так далее. Вот у меня, в принципе, поставлено, значит, две малышки, папе Linux и Slux, Ubuntu Studio и моя сборочка. И, в принципе, мне этого хватает. Теперь, значит, посмотрим здесь. Значит, вот флешка. У меня еще 1,9 гигабайта свободно. Это раз. Вот сама флешка. Вот теперь я вам покажу полный путь, допустим. У меня, значит, здесь было... Ага, ага. Давайте, бог памяти, в загрузках, по-моему, да. Это было, значит, Multisystem, вот, boot-меню. Это, значит, как я, допустим, меняю иконки. Вот стандартная иконка Multisystem ICO, она занимает 124,5 килобайта. Я, значит, заменяю ее иконкой на 35 килобайт. И есть у меня еще в буте сплаш. И вот в сплаше я меняю тоже две, значит, два файлика. Сплаш превью и сплаш пнг. Вот я их убираю. И вставляю сюда вот эти файлики. Они у меня находятся на меге, на кладовочке. Можете их скачать и вот таким образом вставлять. И плюс запомним, что почти что 2 гигабайта у нас свободны. То есть можем раскидать между моей сборкой и Ubuntu. Почти что там, ну, по 900 мегабайт там или посмотрим. Вот таким образом я выму флешку и снова ее вставлю. И попробуем снова запустить программу Multisystem. Подтвердим. Пойдем в бут. Пойдем протестировать. Заведем пароль. И вот, так сказать, уже появляется, допустим, та менюшка, которая устраивает меня. Вы можете выбрать, в принципе, любой бэкграунд по своему вкусу. Примерно подогнать его по размерам официальной сборки. Вот, и заменить просто на своей флешке, сделать вот такие штучки. Ну, а теперь наступает, значит, финальная стадия проверка вживую. Поэтому, значит, будем заниматься проверкой вживую. Значит, я сейчас перезагружусь с флешки и своим маленьким мобильным телефончиком просто буду показывать, грузится или нет. Проверим, так говорится, все полностью. Ну, вот, значит, появилось меню перезагрузки. Ну, пойдем по порядку. Первый идет PAPE Linux. Запустимся с него. Пока, на секундочку, я прервусь. И вот мы находимся в PAPE Linux. Тут надо произвести некоторые настройки, там, языковые, часовые, там, пояса и так далее. Но, тем не менее, видите, да, что операционная система нормально грузится. Прервемся. Теперь проверим второй крошечный дистрибутив. Он у нас засел в SysLinux, помните, да? То есть, вот, PAPE Linux и Slux, это два дистрибутивчика специально для флешек. По 250, там, по 300 мегабайт размером не больше. Хочу показать вот еще один момент. Смотрите, когда я идем в SysLinux, и стартуем Slux, то вот здесь надо будет сразу нажать, вот, ESC. Вот, смотрите. Значит, вот это обозначает работа с кладовочкой. Если пробел нажать, то он стартует, просто будет работать без сохранения изменений. Вот, допустим, я хочу без сохранения изменений, чтобы он запустился. Вот типичное KDE колесико, значит, это самое появляется. И сейчас, вот он, пожалуйста, появился. Вот таким образом. Значит, две сборки, две малышки работают нормально. Ну, а теперь, значит, проверим сборочку Ubuntu Studio. Вот она. Нажмем Enter. И подождем, когда она, значит, вот сама загрузится. Здесь, значит, она спросит запустить или установить. Ну, запустить. Для нас просто посмотреть сам факт, как говорится, грузится, не грузится, и все. Вот нормально, как говорится, все загружается. Тут и проблем нет. Ну, и теперь проверим мою сборочку. Linux.minc.mon.mon вот эту. Посмотрим, как она будет у нас грузиться. Ну, вот она нормально загрузилась. Значит, практически все четыре изообраза, которые мы записали на флешку, они все, скажем так, работают. Ну, и последним этапом, значит, ну, и последним этапом проверим, как работает программа поисковик операционных систем, которая автоматически входит во все, значит, образы, создаваемые, значит, этой программой Multisystem, она подставляется автоматом. Вот запускаем супер групп 2 диск, нажимаем на кнопочку выявить любую операционную систему, и я хочу обратно, допустим, вот вернуться на раздел со своим Linux.minc.mon.mon, где дальше мы покажем еще пару нюансиков и все. Побежало меню загрузки. Привет! Ну, и вот загрузился Linux.minc.mon. Я сейчас переключусь на него и дальше покажу последние несколько штрихов. Итак, вы видели вживую, как, значит, происходит загрузка с различных пунктов меню программы Multisystem, как работает программа поисковик операционных систем, значит, и теперь, значит, вот еще покажу вам еще такой вот нюансик один. Так, я загружусь вот с этого раздела. Значит, у нас практически осталось свободного пространства. Вот, смотрите. Практически 1,9 гигабайта свободных. Грубо говоря, ну, 2 по гигабайту на Ubuntu и на Linux.minc.mon. Ну, давайте посмотрим. Значит, я все-таки сейчас еще раз вот так вот перезагружусь. Я выбираю вот в Cruiser подтверждаю. Теперь посмотрим. Значит, вот здесь вот, значит, можно создать Assistant File, то есть кладовочку, причем, которая будет сохранять настройки, потому что Ubuntu, там, Adiba, все эти штуки, у них настройки хранятся очень даже неплохо. Создадим, значит, Persistent File, нажмем User и дадим размер, ну, дадим где-то под гигабайт. и пусть он там, это самое, работает. Linux Mint мой почти что настроен, поэтому ну, я ему тоже дам, это самое, дам половину. А этим малышкам, в принципе, Slux, он сам может создавать свою кладовочку, и Papi Linux тоже может создавать свои кладовочки. Поэтому, в принципе, я могу под Linux Mint свой Цинамон оставить вообще там мегабайт 200, а остальное просто оставить, его потом могут, как говорится, кушать и Slux, и Papi Linux, там, останется им еще где-нибудь там гигабайт там по 300, там, набрата. Так что, все нормально. Здесь у меня еще раз просит завести пароль. Ну, подождем. Итак, кладовочку примонтировали. Вот, видно, что сейчас уже осталось 988 мегабайт с водного пространства. Поэтому, значит, практически и вот появился файлик размером 1 гигабайт. В этом файлике, значит, вот Ubuntu, значит, студия будет хранить свои изменения. Посмотрим теперь, можно ли сделать еще кладовочку, например, для моей сборки. Давайте посмотрим. заведем пароль. Пишет, что кладовочка уже, значит, существует, только одна, значит, кладовочка доступна. Ну, ничего страшного. Почему? Потому что мы можем вот изменить размеры кладовочки. Да. Нажимаем на Resize. Заводим пароль. и даем ей, как говорится, по полной программе использовать ее на полную катушку. Так, нет, оставлю-ка я этот гигабайт, оставлю-ка я его по Apple, Linux и Slack, потому что они сами могут создавать себе кладовочки. Оставим все как есть. Вот таким вот образом, то есть, практически, понимаете, если программа это с этой нормально-то разобраться, то вы сможете, скажем, делать вот такие свои флешечки, настроенные именно под вас, с теми операционными системами, которые вы любите. Естественно, не все они войдут. Вот я хотел включить сборку Сергея Стрельца, не пошла. Что-то пойдет, что-то не пойдет. Тут уж, как говорится, нельзя уж от программы требовать, чтобы она уж была всеядна. Но, тем не менее, большинство дистрибутивов на нее ставится и ставится нормально. Ну, и теперь, как всегда, я всем рекомендую поступить вот таким вот способом. Вот команда и вот мы здесь реаниматор должны заменить на, значит, на, значит, Multisystem. Multisystem. Вот таким образом. Теперь мы берем полностью вот эту вот команду и переносим ее сюда. заводим пароль и создаем точный слепок того, что у нас вот уже на эту флешку записано с измененным меню загрузки темно-синего цвета, с четырьмя установленными, значит, операционными системами работающими и поисковиком операционных систем. Вот таким вот образом. Значит, ну что, здесь просто ждем. Итак, слепочек создан. Практически теперь у нас и голова не боли. Почему? Так, вот я оставлю только крузоидер в корневом режиме. Просто, напросто, потому что значит, я сейчас пойду вот сюда. Вот этот мульти-систем образ и перебросим его домой в отдел загрузок. Вот сюда. Вот так мы его переместим. И вот здесь у нас уже будет два слепочка. Значит, мульти-систем и реаниматор. Вот таким вот образом. Поэтому, значит, ничего сложного разобраться с этим, как говорится, я не вижу. Просто будьте внимательны. Обращайте внимание, как я показывал, какой, значит, тип, там, фа-32 или там, что там я делал. Ну, на мелочь обращайте внимания, я думаю, что у вас тоже все получится. Желаю вам всяческих успехов и удачи и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...